Впереди зиял вход в пещеру, и суетились какие-то люди. «Это ничевоки», — сказал Каприско, — «спрячьтесь тут за камни и ждите, а я пойду на разведку». Каприско юркнул куда-то в сторону и исчез. Павлик с Наташей притаились за камнями и стали смотреть на ничевоков. Это были странные люди. Не стриженные, не чесанные, не умытые. Трудно было понять, кто старый, кто молодой. Одеты они во что попало. Один в женской кофте, другой носил пришитые к трусикам рукава. У самого лохматого ничевока на правой ноге был мужской ботинок, на левой — дамская туфля. Один ничевок был совсем без ничего. Павлик с Наташей знали про ничевоков, о них писали в газетах и рассказывали по радио. Ничевоки вырастают из капризных детей. «Хочу, не хочу, делаю, что хочу!» — всегда кричат такие дети. Но ничего хорошего делать они не умеют. Только шалить да хныкать. В школе учатся хуже всех. «Хочу, учусь, не хочу, верчусь!» — весело покрикивают будущие ничевоки. А потом, когда вырастут, ничего не поделаешь. Приходится их в зоопарке держать. Вместе с мартышками. Потому что работать они все равно не умеют. А только всех передразнивают. Вот столяр доску строгает, а ничевок тоже рубанок схватит и будто строгать примется. Да не понимает бедный ничевок, что рубанок он задом наперед держит. Слесарь молотком стучит, дело делает. А ничевоку лишь бы похоже было. Бьет молотком по железке, как попало. А если увидят ничевоки музыкантов, сейчас же похватают свистульки, сковородки, тазы и, ну, торчать, грохотать, греметь. Тоже будто у них оркестр. В последнее время стали ничевоки куда-то пропадать. Никто не знал куда. А они, вот они где, оказывается, здесь поселились. Дети смотрели на них во все глаза. Ничевоки как раз пировали. Они смеялись и ссорились. Толкались и вырывали друг у друга куски побольше. Откатилась в сторону кастрюля с кашей. Из другой кастрюли два ничевока мазались киселем и хохотали. Ничевок в кофте отнимал у товарища сахар. Прямо из-за щеки, пальцами. Тот не давал. Он таращил глаза и визжал, как поросенок. Вдруг самый лохматый ничевок гаркнул басом. Смирно! Все ничевоки сразу бросили возню, выстроились в ряд. И тут Наташа с Павликом увидели... каприску. Он медленно приближался к ничевокам. На каприске был докторский халат из наволочки. И белая докторская шапочка. В грязном кулачке каприска сжимал шприц с длинной иглой, которым делают уколы. Круглые глаза каприски смотрели сурово и не мигали. Ничевоки затрепетали от страха. Да здравствует вождь Ничевоков! Гаркнул лохматый. Ура! Ура! Закричали ничевоки. Еще больше испугались. Каприска? Вождь Ничевоков? Что теперь будет? Ужаснулись дети. Он обманул нас. А каприска сказал... Ничевоки! Теперь нас будет больше. Я привел вам детей. Они вон там. Хватайте их. И каприска показал рукой туда, где прятались Наташа и Павлик. Ничевоки подбежали и схватили детей. Вот они! Обрадовались Ничевоки. Вот они! Павлик успел выхватить свой пистолет. Но Ничевоков у самих раньше были пистолети. Пистолеты, которые стреляют горохом. Они не испугались и отняли у Павлика оружие. Ничевоки подтащили детей к каприске. Подать мне этот пистолет! Сказал каприска. Лохматый Ничевок отдал каприске пистолет. Ха! Сказал каприска. Теперь он будет мой. Потом каприска по страшному округлил на Павлика с Наташей глаза и крикнул. Теперь вы будете Ничевоками! Мы не хотим! Сказал Павлик. Каприска топнул ногой. Нет, вы будете Ничевоками! Я так хочу! Хочу, не хочу! Делаю, что хочу! Нет, нет, закричали дети. Мы ни за что не станем Ничевоками! Тогда каприска показал Ничевокам шприц с иглой и сказал. Мои верные Ничевоки! Вы знаете, как я наказываю? Ничевоки задрожали от страха. Больше всего на свете они страшились докторского халата. А шприц с иглой приводил их в неописуемый ужас. Как боялись в детстве докторов, такими глупыми и остались навсегда. Вот почему маленький, ничтожный каприска держал их в повиновении. Каприска сказал Наташе и Павлику. Сейчас я вам сделаю укол от скарлатины. Мы не боимся, ответил Павлик. А тебе, каприска, за это попадет. И ты не боишься? Спросил каприска Наташу. И я не боюсь, ответила Наташа. А тебе за это достанется, повторила она за Павликом. У каприски забегали глаза. Он не знал, как ему сейчас поступить. А вдруг и Ничевоки перестанут бояться шприца. В это время самый молодой Ничевок вдруг заголосил, заливаясь слезами. И я не хочу быть Ничевоком. Хочу домой, к маме. А-а-а-а, закричал на него каприска. Ты к мамочке своей захотел. Казнить его. Казнить, казнить, заголдели Ничевоки. Им ведь что? Ничего. Казнить, так казнить. Своим Ничевоком каприска приказывал радоваться, что они Ничевоки. А если кто плакал, того заставлял смеяться насильно. А это очень тяжело, смеяться, когда хочется плакать. Каприска взмахнул рукой. Ничевока повалили на землю и принялись щекотать. Ничевок захохотал. Его щекотали под ребрами, под мышками. Стащили башмаки и щекотали пятки. Бедный Ничевок визжал от смеха. Он смеялся до слез. Но это были мучительные слезы. Потому что его заставили смеяться насильно. Наташа с Павликом кинулись было выручать Ничевока. Но каприска закричал. Схватить их! Утащить в пещеру! Ничевоки схватили детей и втолкнули в пещеру. Что делали сейчас каприска и Ничевоки отсюда не было видно. Только несчастного, наверное, перестали мучить. Потому что он уже не хохотал. Павлик с Наташей осмотрели пещеру. На стенах, на самом видном месте, было написано мелом. Мы Ничевоки! Ура! Хочу, не хочу, делаю, что хочу. Да здравствует вождь Ничевоков веселый каприска! Зато в дальнем углу пещеры дети прочитали надпись, сделанную углем. Уволоките меня отсюда, Вова, 30 лет. На полу посреди пещеры тлели головешки. А вокруг валялись кости, кожура, пустые консервные банки и всякая немытая посуда. Подаль стояла порожняя бочка из-под селедки. Наташа спросила Павлика. А про какое письмо ты разговаривал с каприской? Кот в сапогах мне его написал. Павлик достал из кармана смятый листок и подал Наташе. Она посмотрела и сказала. Каприска тебя обманул. А письмо? А письмо? Загорячился Павлик. Каприска сам его написал. Откуда ты знаешь? Не поверил Павлик. А ты посмотри, какие здесь буквы, сказала Наташа. Павлик посмотрел. И правда, одни буквы написаны по письменному, другие по печатному. Одни перекосились влево, другие повалились вправо. Иные лежали плашмя, а некоторые стояли вверх ногами. Несомненно, это был каприскин почерк. Хочу, не хочу, пишу, как хочу, наверное, приговаривал каприска, когда, высунув язык, водил карандашом по бумаге. А в пещере становилось все темнее. Наступал вечер. Скоро сюда прибежали все ничевоки. Потому что начиналась гроза, и загремел гром. Ничевоки и грома тоже очень боялись. Они ведь не знали, отчего бывает гром. А когда сверкала молния, в страхе закрывали глаза. Потому что не знали, отчего бывает молния. Ничевоки ничего не знали. Чтобы не так страшно было, каприска приказал зажечь костер. Всю ночь бушевала гроза. Измученные дети уснули в пещере, прямо на голой земле. Они и не знали, что кот в сапогах давно нашелся. Его обнаружил в подвале сторож, когда проверял капканы. Коту крысиным капканом сильно отдавило ногу. Его сейчас же отвезли в больницу. И теперь здоровье кота было вне опасности.